Здравствуй, дорогой и любимый зритель скучной правды. Сегодня луна в пятом доме, и за окном под фонарем три раза пролаяла черная собака, а это значит, если верить старинным писаниям Боррелиуса, то снова, уже в который раз, судьба выкидывает нам жеребий поговорить об игре не для слабонервных. Не изменяя обычаю сразу выкидывать карты на стол, скажу, что зов к тулку, темные уголки, игра с удивительно пойманной атмосферой страшных историй Лавкрафта, и при этом с довольно гадким геймплеем. Речь сегодня пойдет не только об игре, а о кинематографе и человеке тоже. HP Лавкрафт при жизни почти никому неизвестный, публиковался совсем немного и только в грязнейших трэш-изданиях. Возможно, послужил прототипом Хилгора Траута, сквозного персонажа книг Курта Воннагута, но прошло время и попыталась все расставить на свои места. Жаль, только ни одного фильма класса А по Лавкрафту так и не сняли. Не будем заострять внимание на параллелях с моим творчеством, хотя они напрашиваются сами собой. При жизни я, наверное, буду известен лишь Дмитрию Туллину, Энкор, да еще паре-тройке других верных фанатов моего творчества из самых разнообразных уголков мира. Зов Ктулфу, или, если воспроизводить англоязычную фонетику, Зов Катулу, один из самых стильных рассказов Лавкрафта, читать который сегодня совсем неинтересно. Потому что, наверное, любой ребенок уже знает, кто такой Ктулфу, так что филигранно выстроенная автором книги «Интрига» убита сразу и на повал. Игра «Зов Ктулфу. Темные уголки земли» использует лишь некоторые мотивы рассказа «Зов Ктулфу». Кое-какие мотивы из рассказа «За гранью времени» и «Догона». А начальные главы сильно перекликаются с рассказом «Тень над Инсмутом». Лавкрафту не везет с экранизаторами. Сначала за него взялся король трэша Роджер Корман. Хотя я бы сказал, что скорее он король класса фильмов класса «Б». И в 1963 году поставил фильм «The Hanted Palace» по мотивам повести «Случай Чарльза Декстера Уорда». В главной роли самый востребованный актер этого жанра, звезда дешевых ужастиков Винсент Прайс. На самом деле с повестью фильм связывает лишь имя главного злодея до места действия. Получилось то, что обычно делает Корман. Фильм класса «Б». В 1965 году вышел «Die Monster Die», не дотягивающий даже до уровня работ Кормана. Потом 20 лет и вовсе не делали ничего такого, о чем стоило бы вспоминать. Пока, в середине 80-х, мир не был шокирован смелостью медицинских экспериментов доктора Херберта Уэста из фильма «Реаниматор» от Стюарда Гордона и Брайана Юнзе. Эти двое так плотно взялись за Лавкрафта, что, казалось, собрались монополизировать все, что так или иначе связано с перенесением Лавкрафта в киноформат. Энергия бурлила через край. И только скромная мера таланта и профессионализма не позволили испыться их наметением. На мой взгляд, после интересной завязки их «Реаниматор» скатывается в тупую правовую баню. Нереалистичность сюжетных ходов не позволяется переживать хоть кому-нибудь из героев. А комедийность происходящего на экране весьма спорная. Тем не менее, у фильма есть два продолжения. «Невеста» «Реаниматора» и «Бионт» «Реаниматор», что переводится, наверное, как «За пределами реаниматора». Пойди пойми, что это значит. В снятое директу видео, имеющие у нас массу поклонников фильм «Дагон», вообще не хочется обсуждать. Настолько он туп, не смешон своими потугами на юмор, полностью лишен саспенса и здравого смысла. Такие фильмы американцы презрительно называют евротрэш. И фильм «Дагон», и первая часть игры «Call of Cthulhu Dark Corners of Earth» используют мотивы рассказа Тиннет Инсмута. Давайте посмотрим, как бездарно использовали «Лавкрафт» в «Дагоне», и как профессионально и убедительно в «Call of Cthulhu». В фильме молодой Япи в исполнении невызывающего симпатии актера отдыхает на яхте в обществе девушки. И еще каких-то двух старых пердунов. Я не представляю, какой там может быть отдых, когда рядом с тобой на очень тесном маленьком пространстве яхте постоянно в течение многих дней находятся еще два пожилых человека. Вдруг прямо на глазах небо темнеет, разыгрывается страшная буря, и яхта налетает на риф. Это больше похоже на сказку про змея Горыныча, укравшего Василису Прекрасную, чем на триллер для взрослых людей. Высадившись его в рыбацкой деревне, на героев почти сразу же, и без всякой понятной мотивации, нападают местные жители. Чем два залетных молодых придурка могли помешать могущественную культу, существовавшему сотни лет? Дальше начинаются скучные перипетии. Какой-то местный дед ни с того ни с сего вдруг решает поведать герою, которого он видит первый раз в жизни, страшную историю тайного культа. И события окончательно теряют любую логическую связь. Для сравнения. Герой Горы — частный детектив Джек Уолтерс, когда-то работавший полицейским детективом. И настолько успешно, что о нем не раз писали газеты. Ощутился он в инсмуте не потому, что его домик подхватил ураган и отнес туда, а по делу. Розыск пропавшего человека. Местные жители, вообще неприветливые по наехавшим, быстро соображают, что если такой человек возьмется за дело всерьез, то рано или поздно выведет культ на чистую воду. Поэтому у Джека постепенно, а вовсе не сразу, как в догоне, начинаются проблемы. Все по-взрослому, все профессионально. Проблемы, к сожалению, начинаются и у игрока тоже. Как только мы получаем возможность активно действовать, тут же вскрываются страшные недостатки геймплея. Кое-кто может подумать, что придется играть в шутер. Какое там? Разработчики специально убрали с экрана куда подальше показатели, такие как количество патронов или с дороги. Чтобы мы вживались в атмосферу и не думали, что играем в полноценный шутер. У нас скриптовый триллер с не особо приятными шутерными вставками. Здесь вы не добьетесь большого успеха за счет виртуозного владения шотганом или револьвером. Здесь главное разобраться, какие скрипты и маршруты подготовили для нас разработчики. Выясняется это методом научного тыка и с помощью частых сохранений на редких сейфпоинтах. Пошли налево, кончились патроны, нас убили. Значит мы пошли не туда. Восстановились, пошли направо. Повезло, дошли до нового сейфпоинта. Или выпрыгнули со второго этажа с высоты 2,5 метра. Погибли насмерть. Значит прыгать здесь не надо. Восстановились, вместо того, чтобы прыгать, полезли еще выше. Дошли до нового сейфпоинта. И так всю игру. У героя есть возможность выглядывать из-за углов. Так что часто приходится использовать стелс. Хотя из-за частых скриптов никогда нельзя сказать уверенно, с какого расстояния нас заметят. Кстати, во многих местах идет бесконечный респаун противников. При этом респауна патронов или аптечек не наблюдается. Имейте это в виду, экономьте патроны и старайтесь не заблудиться. На пути к развязке нас ждут битвы с сектантами, мутантами, а также представителями иных сфер. Погоню, встреча с Джоном Эдкаром Гувером и в конце, конечно же, большой да красивый ктулху. В общем, игру стоит попробовать всем любителям попугаться и всем поклонникам Лавкрафта. Но далеко не все пройдут ее из-за весьма специфического геймплея. Пост скрипту. А самый удачный фильм Стюарта Гордона, на мой вкус, From Beyond или Извне 1986 года. В нем тоже есть кровавая шиза. Кто кроме Лавкрафта мог бы вообразить, что стимуляция шишковидной железы открывает информационный канал в другие недружелюбные нам миры. И в то же время повествование сбито по блокбастерному крепко, без провалов и долгод, как в более халтурных картинах Гордона. А в конце фильма показывают не обмазанную нефтью голую грудь героини, как в фильме Дагон. А как и положено, схватку с огромным инореальным монстром. Настоящим же махровым, испытанным временем верным фанатам Ктулху, почти что культистам, можно порекомендовать немой черно-белый стюбовый фильм 2005 года с одноименным названием «Зов Ктулху». Картина поставлена максимально близко к рассказу, длится 47 минут и украшена спецэффектами на технологическом уровне 20-х годов. Жаль только на актеров сэкономии. Наверное, подумав, что немой фильм может без них обойтись. Многие из присутствующих в кадре так называемых актеров явно неуютно чувствуют себя в костюмах, а по игре похожи просто на случайных людей с улицы. Все же, этот фильм-шутка на данный момент, наверное, самая лучшая и самая прилежная экранизация Лавкрафта. До свидания, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова